привет друзья меня зовут олег герд я иллюстратор и в этом видео я покажу вам как я рисовал вот эту иллюстрацию я рисовал в фотошопе с помощью графического планшета мне очень нравится тема с несколькими парами глаз это всегда очень приковывает внимание зрителя потому что наш мозг до анализируя какую-то картинку немножко путается как бы когда видит подобные вещи да это очень приковывает его внимание погнали и начал я разумеется со скетча то есть эскиза как рисунок я планировал делать более-менее одинаковы да а то я использовал инструмент симметрия вот здесь он включается и можно выбрать разные варианты настройки симметрии вертикальные горизонтальные и много-много разных других вариантов там есть это попробуйте и вот так рисуя стирая я искал форму которая мне бы более всего понравилось я увеличивал уши увеньшал глаза или наоборот увеличивала глаза и уменьшал уши я искал искал форму которая мне больше всего понравится и когда нашел что такое похожее решил остановиться и уже приступил к более детальной отрисовки моего скетча я сделал слой с моим скетчем своим эскизом да немножко прозрачнее чтобы не был таким ярким и четким и в другом уже слое начал более детальная проработку рисунка опять-таки здесь мне очень помог инструмент симметрия до чтобы убыстрить мою работу если раньше когда я рисовал скетч я обращал внимание на более такие общие до положения то есть композиционное какое-то расположение то здесь я уже пытаюсь найти именно кривизну и да именно линий которая потом будет смотреться уже финальной иллюстрации наиболее гармонично и красиво если прорабатывать опять-таки мелкие какие-то вещи детали изгибы смотрю где будет лучше всего стыковаться какие-то линии потому что в грубом предыдущем варианте да я не учитывал эти моменты а лишь смотрел более общее и в следующем этапе я уже сделал черный фон и начал в отдельном слое делать основу моего волка кстати напишите в комментариях как бы вы назвали этого волка я почему-то называю огнеглазый волк но может быть вы придумать какое-то более интересное название давайте потренируем фантазию поржем заранее кстати хочу попросить прощения я пытался сделать более высокое разрешение видео чтобы можно было смотреть на больших экранах и попробовал записать видео с экрана с помощью программы quicktime и к сожалению после почему-то какой-то алгоритм сжатия у этой программы иногда появлялись какие-то такие баги артефакты изображения какие-то смазы и неприятности поэтому заранее прошу прощения я постараюсь это исправить и уже использовать другую программу при записывании видео уроков и кстати если у вас есть какие-то вопросы про программу photoshop или какие-то инструменты или по иллюстрации в целом не стесняйтесь пишите в комментариях я отвечу на каждый ваш вопрос и вот так в один цвет я прорабатываю всю-всю иллюстрацию да то есть делаю такую основу которую уже дальше буду обрабатывать и добавлять туда объем если вам нравится это видео не забудьте поставить лайк ему и подписаться на канал если еще не подписаны в отдельном слое я добавляю другим цветом оранжевым пламя когда я начал рисовать пламя то у меня был включен инструмент симметрия но я посчитал что огонь будет не очень хорошо смотреться если он будет симметричен да то есть одинаковые такие куски пламени торчащие из глаз поэтому я разумеется отключил инструмент симметрия и немного изменил до пламя из каждого глаза чтобы она слегка отличалась друг от друга я всегда стараюсь использовать симметрию по-миниему до чтобы она не бросалась в глаза то есть если это одинаково какие-то стороны ты всегда потом стараюсь довнести какие-то элементы которые бы не значительно незначительно приносили какие-то изменения детали хотя бы это всегда очень видно глазу поэтому старайтесь пользоваться инструментов симметрия с умом до использовать его по минимуму только там где это необходимо и следующим этапом я начинаю наносить объем то есть рисовать объем до моему огненно-глазому волку полностью нарисовав основу моего волка в одном слое я уже делаю маску слоя и в нем начинаю рисовать объем у моего волка для этого я использую свои кисти которые делал сам купите кисти вы можете по ссылке в описании к этому видео или вы можете сделать эти кисти сами посмотрев видео на моем канале ссылка должна появиться вот там и так я продолжаю рисовать объема у моего волка опять-таки использую инструмент симметрия стоит обратить внимание что у меня на стилусе настроен ластик сразу на вот этой кнопочке до что позволяет не очень быстро и оперативно вносить правки до в то что я рисую я использую кисть вот этот вот точками до нанося какие-то вот темные участки да с помощью маски слоя и одновременно такой же самой кисти я как бы стираю а то что я рисую тем самым немного облегчая а вот этого затемненные участки но сохраняет текстуру помощью этих вот точечек дальше я уже делаю в отдельном слое с помощью clipping mask то есть создаю новый слой нажимая кнопку alt да и появляется такая стрелочка и как бы вкладываю верхний лежащий слой в ниже лежащий и уже в нем рисую как бы такое осветленные участки да ну еще опять-таки моей же кистью более светлым цветом в те места куда как бы падает свет сверху опять-таки когда вы рисуете объем своих иллюстрациях всегда помните откуда у вас падает свет да то есть как бы всегда в голове держите обычная классическая схема такая да свет падает рассеян и сверху и вы уже весь вас в иллюстрация есть какой-то еще один источник света затем уже дополнительно отбрасывайте тени от этого источника и прорабатывать освещенные части проработав вот таким светло лиловым до цветом освещенные участки у моего волка я добавил в отдельном слое опять-таки с помощью клиппинг маск такие отблески как бы от огня используя такой же яркий оранжевый цвет и чтобы сделать огонь несколько более живым я добавил там какие-то более светлые оттенки то есть такой более ярко-желтый и еще немножко белого что ж друзья наверное все как видите можно разделить все создание иллюстрации на несколько этапов то есть вот если на белом фоне да есть какой-то начальная такая почеркуш которую можно просто нарисовать блокнотики на салфетке чтобы не забыть и потом уже отрисовать его полноценной иллюстрации уже потом я начинаю искать какую-то форму до порой на это уходит некоторое время до чтобы попробовать разные разные абсолютно варианты разные расположения там глаз ушей композиционного веса до чтобы она полностью меня удовлетворил и мне понравилось дальше уже я рисую такую основу в один цвет в следующем этапе я прорабатываю объем и уже финализирую иллюстрацию для какие-то детали маленькие такие изюминки да маленькие вишенки на торте я надеюсь вам понравилось это видео не забудьте поставить лайк подписаться на канал и поставить колокольчик чтобы не пропустить другие интересные видео если у вас остались какие-то вопросы не стесняйтесь пишите в комментариях и на а